Здравствуйте, дорогие друзья! И у нас перед вами с вами неделя Пейсаха. Я вчера сказал, что мы находимся в недельной главе уже, но это не так немножко. Да, мы теперь получили новую недельную главу, но читать мы ее будем только через две недели. А сегодня мы фактически вступили в атмосферу праздника уже. Причем написано в наших книгах, что в атмосферу Пейсаха уже вступает Великий Шаббат, который был позавчера. В этот день что произошло? Евреи купили у египтян скот, чтобы зарезать в качестве жертвы на четвертый день. Запоминаем, потому что у нас сегодня цифровой урок. Четвертый день. А затем съесть вечером. Это и была ночь цедра. А с утра на пятый день они вышли наконец в путь и освободились. Но почему было предписано купить огня за четыре дня до исхода? Кто-нибудь знает, кто-нибудь задумывался об этом? Рафа Зулай отвечал на эти слова словами следующими. Точнее, он говорил, что это от мудрецов. Потому что у нас не было заповедей. Не было ничего в заслугу, чего вы должны быть избавлены. Бог сказал, я дам им две заповеди. Жертву Пейсаха, тут надо зарезать, и обрезание. Ради этих двух заповедей они были готовы пожертвовать собой. Других просто не было. Нужно было зарезать скот, которому египтяне поклонялись как богам. И сделать себе обрезание, чтобы иметь право вкушать эту жертву. Если бы египтяне пришли их убить, у них не было бы ни сил, ни чего отразить удар. Представьте себе, чтобы понять ситуацию, это, ну, там, возьмем, к примеру, 37-й год прошлого века. Россия. И вот люди скупают портреты политбюро членов, развешивают на Красной площади. И спрашивают, что вы делаете? Там мы через три дня будем в них стрелять. Ну, представляете себе, да, это все невозможно. Но это сделали. Раф Азулай добавил еще что-то. Говорил он от имени Альшиха. Каждая заповедь очищает один из органов тела. Например, ручной тфилин очищает руку, головной – голову. Но самоотверженность, которую проявляет человек в жизни, в отношении Бога, она очищает всего человека. Люди в Египте были погружены, написано, в 49 врат нечистоты, и осквернили свои тела. Но своей самоотверженностью, зарезав вот этих богов условных, да, и сделав себе обрезание, они стали целиком достойны избавления. И вот в этот великий шаббат, который был, для народа было совершено чудо. Египтяне видели, как они покупают скот, но ничего не сделали. А почему? Ведь это были рабы, которых они привыкли сотни лет угнетать. Надо тут подумать. Нам была заповедна, уберите, возьмите себе овец и зарежьте жертву. Уберите руки от идолопоклонства, толкуют мудрецы, и возьмите овец для заповеди. И они пошли и сделали. Они взяли идолов египтян, отнесли и связали, чтобы зарезать. И привлеклись, ими написано, огромную силу, огромную любовь сверху. И сам шаббат считается великим и важным, если такая заповедь совершена в него. И вот это удивительные слова. Но, если дальше продолжение самое важное. В Агаде Араби Дыскина написано, что после шести дней поражения тьмой, три дня, когда египтяне не видели друг друга, и три дня, когда они не могли ни встать, ни сесть, фараон позвал Маше, начал с ним торговаться. Но они не соглашались отправиться вместе с народом скот, всех он не разрешал. В этот момент Маше получил пророчество и сказал, в полночь выйду из Египта и умрет каждый первенец. Давайте посчитаем теперь. Если ночь на 14-е закончилась поражением тьмой, получается, что три дня, в течение которых египтяне не могли сдвинуться с места, это первый, второй и третий дни недели, то есть 11-е, 12-е, 13-е, НИСАНа, значит, цены Израиля купили овец и в жертву, когда египтяне были осклеплены тьмой, но еще не ограничены в передвижениях. То есть тьма уже была, но они еще могли вставать. Даже толпа слепцов, сплотившись для погрома, опасна. Поэтому здесь была самоотверженность. Тем более, что евреи сделали обрезание и были ослаблены. Но на самом деле им ничего не угрожало, поскольку египтяне были парализованы и в следующие дни не могли встать с места. А те 80%, да, к сожалению, 80%, кто побоялись следовать по пути Бога, сделать обрезание, говорили, как мы можем, они все погибли. Все погибли. Поэтому одни люди, все люди, которые опасаются как-то, вот я в шаббат буду работать, мне надо, или еще что-то. Каждый раз, когда ты думаешь, что ты потерпишь убыток от того, что совершаешь то, что сказал Бог, такого нет и никогда не будет. Есть люди, давайте короткая притча, два человека там решили, пойдем к Богу, сказал один, я хочу ему сказать, что он только и умеет, что требовать от нас молитвы ничего и не облегчает наше время. Пойдем, сказал другой. Сели на лошадь, поехали. Но второй говорит, а я тебе покажу, что моя вера крепка. Подъехали к вершине, в это время голос с горы такой, заберите камни, нагрузите им их своих коней. Нет, ты слышал, говорит один, первый этот, слушай, и мы, мало того, что мы еле добрались сюда, он еще хочет нам своего камня наложить. Не буду ничего взваливать, никаких камней, никаких заповедей. А второй повиновался, сделал то, что повелел Бог. Утром они вернулись домой и увидели в первых лучах солнца, что сверкали камни. Потому что это были бриллианты. Понимаете, когда мы собираем заповеди, мы считаем, что это одолжение. Никакое одолжение, это нам одолжение. В Пейсах время перемен. Мы с вами вступаем во время перемен. Время абсолютных изменений, резких изменений, очень больших возможностей. И надо помнить в это время одну вещь, никогда не поздно начать все сначала. Если вы не успели что-то сделать, начните прямо сейчас. Потому что это наилучшее время изменить себя. Брахавы от Слаха всего самого лучшего.